Всех приветствую на канале Банковский. Сегодня у нас в обзоре ипотека на вторичное жилье в Акбарсбанке. Программа называется Ипотека Мегаполис. Достаточно известная программа. Процентная ставка здесь от 8,45, при том, что это вторичка. В ряде банков такая ставка идет для новостроек даже. Поэтому, в принципе, ставка, можно сказать, одна из самых низких. Первоначальный взнос тоже приятный от 10% до 90%, при том, что в ряде банков минимум 15%, а то и 20%. Здесь 10%, то есть тоже хорошо. Срок кредита от 1 года до 30 лет. Ну и заявку можно подать в режиме онлайн, нажав прямо сейчас на кнопочку. Ну, естественно, у нас сейчас другая цель. Нам нужно ознакомиться с условиями займа, прежде чем принимать такое решение. Есть здесь ипотечный калькулятор, в принципе, достаточно функциональный. То есть, здесь можно кое-какие значения откорректировать. То есть, стоимость недвижимости, первоначальный взнос, цель кредита, срок указать. Ну и, соответственно, ставка здесь тоже меняется. Что хорошо, потому что в ряде банков ипотечные калькуляторы идут на фиксированную ставку, хотя ставка, она практически нигде фиксированной не бывает. Поэтому смысл в таких расчетах. Цель какая? То есть, приобретение квартир готовых или апартаментов. То есть, апартаменты у них статус другой. Это как бы нежилые помещения в многофункциональных комплексах непроизводственного назначения. То есть, специфический правовой статус у них. Поэтому, соответственно, и оформляются они немного по-другому. Но, получается, кредит можно взять и на них тоже. Что, в принципе, и в других банках имеет место быть. Здесь обратите внимание на то, что договор коллективного страхования. Поэтому здесь с возвратом страховки могут быть проблемы. Имущественное страхование тоже здесь достаточно специфическое и личное страхование. Соответственно, как и в других банках, если вы отказываетесь от дополнительной страховки, будут последствия в виде повышения процентной ставки. Получить ипотеку можно за три шага номинально. То есть, заполняете онлайн-заявку на сайте. Она вот здесь есть. Это онлайн-заявка ниже. Далее, получаете предварительный ответ от банка. Ну, там в виде смс, там, по-моему, идет предварительное одобрение. Но ничего не значит. Ну, и потом созваниваетесь уже с менеджером и решаете вопрос по факту. Дальше вы подъезжаете уже в отделение банка с документами для финального решения. И уже либо подписываете договор, либо получаете окончательный отказ. Поэтому некоторые для экономии времени пытаются сразу обращаться. Но так делать не надо. Потому что, если вы предварительно заявку заполните на сайте, то, соответственно, в порядке очередности вам будет приоритет. И вы сможете, например, если несколько подойдут ипотечных заемщиков в отделение, то вам отдадут приоритет. То есть, вы будете обслужены в первую очередь. Ну, и, соответственно, быстрее примут решение. Поэтому лучше не пропускать этот этап. Заполнить заявку на сайте, а потом уже ехать, соответственно, в отделение, получив предварительный ответ. Теперь по условиям кредита. Что вот здесь уже поинтереснее. Получается минимальная сумма 500 тысяч рублей. Как со страховкой, так и без страховки. И, на мой взгляд, это минус. Потому что в периферии иногда ипотечные кредиты на вторичку берут с целью доплатить за приобретаемый объект недвижимости. Например, там полсуммы есть, а полсуммы нужно доплатить. Берут в ипотеку. Поэтому 500 тысяч – это минимальная сумма, ну, слишком завышенная, на мой взгляд. То есть, лучше бы, конечно, сумма была, ну, хотя бы там 300-200 тысяч. Чтобы не отметать тот кластер заемщиков, которые берут первоначальный взнос крупный, да, и добивают, что называется, недостающую сумму. Ну, например, там продавец завысил стоимость недвижимости по сравнению с первоначальной. Или цена подскочила, пока деньги собирали. Ну, то есть, мало ли ситуации бывают у людей. По процентным ставкам. То есть, со страховкой ставка ниже, без страховки ставка выше. Ну, это как водится. То есть, я озвучивать не буду, скажу только то, что корректирующие значения существуют. При приобретении апартаментов еще добавят процент. Потому что, ну, специфика. Если первоначальный взнос от 20%, то минус 0,24%. При отказе от имущественного страхования добавят процент. Требования к заемщику какие? Ну, в принципе, здесь ничего примечательного. Скажу только по предельному возрасту, да. То есть, в ряде банков 65 лет, здесь 70 лет. Поэтому, как бы, можно рассчитать ипотеку даже тем, кто, допустим, собирается на пенсию. Либо уже вышел на пенсию. То есть, возможно, вы успеете погасить ипотеку до достижения предельного возраста. Требования к недвижимости тоже, в принципе, нормальные. В том смысле, что Акбарсбанк не предъявляет требования к зданиям, ну, слишком старым. Там, допустим, некоторые банки вообще не берут в расчет здания, которые, там, например, старше 1970 года постройки, или там даже 80-го. Здесь даже 56-й год. И старше. Поэтому, как бы, если здание в хорошем состоянии, то вполне можно его рассматривать как объект, да. И, соответственно, приобрести квартиру в этом доме. В целом, что можно сказать по данному продукту? Продукт привлекательный. На него можно обратить внимание. Правда, нужно будет разобраться со всеми этими повышающими и понижающими коэффициентами в данной конкретной вашей ситуации, рассчитать первоначальный взнос. Чем он больше, тем будет лучше. Ну, и, соответственно, уже с учетом ваших особенностей обращаться, соответственно, в Акбарсбанк с заявкой. Ну, по крайней мере, процент отказов у них невысокий, поэтому попытаться можно. Если у вас вопросы какие-то возникли, пожалуйста, пишите комментарии. Мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик и всего вам хорошего.